всем привет друзья с вами варчик в этом видео поговорим про режим 7 на 7 что с ним вообще происходит хороший он или нет и если в нем будущее для начала давайте поговорим что в принципе этот режим сейчас просто запускали попробовать на десятках он людям в принципе вроде как нравится на нем играть лучше чем в рандоме на 10 уровне и со временем разработчики еще возможно добавят его в клановую жизнь чтобы маленькие кланы могли тоже поиграться в какие-то сражения и померяться пипирками на глобальной карте давайте разберемся почему этот режим намного больше нравится чем рандом на десятках и вообще почему он людям зашел и никакой особо негатива от этого режима нету ну и в конце поговорим про проблемы этого режима и так во первых в этом режиме в основном нету артиллерии это уже хорошо потому что бои складываются так что люди просто едут играть в игру занимать какие-то позиции думать тактики обращать внимание что делать союзники и как то взаимодействовать друг с другом в общем просто ничего не мешает чтобы наслаждаться геймплеем обычных нормальных танков они всякой там арты и также сразу заметно что в режиме 7 на 7 нету каких-то там рутинных занятий как в рандоме нужно поехать на какую-то стандартную позицию которая занимается если в бою много лт-шек или мало лт-шек или много арты и так далее вся эта рутинная билиберда которая уже годами в рандоме происходит где ты должен очень внимательно следить поехала твоя команда играть или нет и ты должен очень внимательно это контролировать чтобы не пропустить момент как будет происходить бой в турбо победу или в турбо слив чтобы поспешить либо в атаку либо в занятие какой-то жесткой дефовой позиции вся вот эта рутинная билиберда из рандома которая заколебывает каждый бой и не особо то на интересное этого в режиме 7 на 7 нету практически сразу в режиме 7 на 7 разыгрывается грубо говоря концовка боя из рандома потому что уже танков 7 на 7 пространство на карте больше и уже сразу можно применять тактические действия сразу видно где твои союзники что они пытаются сделать и 6 своих союзников легче контролировать на карте ты сразу понимаешь где можно помочь где нужно задефиться какую позицию занять или где лучше поддавить чтобы задавить врагов и получить преимущество то есть сразу уже начинается тактический экшен движуха рубилова без всякой рутинной билиберды из рандома также бои здесь поактивней по динамичней и здесь больше насыщенного сражения за короткий промежуток времени если в рандоме бой иногда длится долго но особо какого-то веселья в рубилове никакого там нет либо бой был быстрый но тоже никакого боя особо там не было он только по скорости быстрый а по содержанию никакой то здесь в режиме 7 на 7 и содержание есть и тактика сразу же начинается все самое интересное сразу тебе на только посмотри на карту пойми что происходит и можешь уже работать в настоящий нормальный адекватный геймплей тактика рубилова занимание позиций и смена этих позиций когда что-то на карте происходит вот поэтому этот режим не вызывает особо какого-то яркого негатива в основном либо нормальное отношение к этому режиму либо положительно но сейчас как-то особо в него смысла играть нету все очень просто как обычно никаких новых карт под этот режим никто не делал главные условия для победы одни и те же встречный бой или убить всех врагов карт которые были включены в режим 7 на 7 их было крайне мало это все приводит к тому что разнообразия очень мало и смысла для чего играть в этот режим картошка тоже не создала никакого к чему в нем стремиться куда в нем идти в этом режиме этого ничего пока что нет это видимо как бы пробник и со временем разработчики что-то придумают что в этом режиме делать на мой взгляд этот режим можно было бы вывести в абсолют и добавить в нем очень много чего куда стремиться что в нем набивать какая-то статистика в этом режиме отметки награды задания и так далее главное чтобы какие-нибудь всякие дурацкие лбз не начали сюда пихать и чтобы эти бои не превратились в цирк также еще не помешало бы сюда карт адекватных которые бы подходили под режим 7 на 7 потому что очень большие карты зачастую делают так что полкоманды где-то там могут вокруг кататься остальные уже въехали в сражение и все это как-то так себе также из-за того что бой 7 на 7 и сразу же практически разыгрывается концовка боя если сравнивать с рандомом сразу начинается уже финальная тактика галактика то и вариантов на концовку гораздо меньше чем в рандоме это тоже уменьшает вариативность и разнообразие если вы старый опытный игрок то режим 7 на 7 вам может надо есть очень быстро все зависит конечно же от человека некоторым людям медленнее все надоедает некоторым быстрее мне допустим режим 7 на 7 очень быстро надоел потому что все что в нем было я видел миллион раз и мне ничего там интересного нет и стремление в этом режиме тоже пока что картошка не создала куда и во что там стремится но режим никакого негатива у меня не вызвал даже более того я хотя бы в него зашел и немного поиграл если сравнивать с рандомными десятками то в рандоме на десятках я вообще не потому что такие бои мне не нужны а вот в режиме 7 на 7 я хотя бы немного поиграл посмотрел что это играбельно и нормально но пока что это ни о чем было бы наверное еще интересно какой-то дружной компании поиграть в клане 7 на 7 это тоже было бы интересно но пока что и этого картошка еще не сделала самое главное чтобы она не скатила этот режим в какое-то банальное унылое сыграй миллион раз за год и получи там какой-то танк потому что это никакого разнообразия интереса в режим бы не добавила а просто как обычно картошка бросит косточку в конце а мы должны через болото за нею лезть если так режим этот будет развиваться то конечно же я в него особо играть не буду но если они над ним поработают примерно так же как они поработали над режимом стальная охота и он обретет какой-то глобальный смысл то этот режим мне вполне зайдет и я верю что у него есть будущее все в руках криворуких разработчиков с вами был варчик играть красиво всем пока и и и и и